С чего начинается у потенциального установителя этот вопрос? Как сказал Юрий, 27 лет, когда мне было 27 лет, мы с женой уже были в браке 3 года, возникло желание принять ребенка в семью. Жена мне как-то говорит, Витя, вот мы ничем не нуждаемся, мы люди сами по себе, и жена, и я предприниматели, люди бизнеса, имеем какие-то определенные блага, почему бы нам не дать вместе с нами расти кому-то еще, пользоваться этими благами, почему бы нам не принять ребенка в семью чужого. Я был уже готов к этому вопросу, потому что тоже размышлял над этим ранее. На эти размышления меня подвигли свидетельства, верно, других людей, может быть, авторитетных для меня, да, ну и, конечно же, была и есть боль в сердце за этих детей. И когда мы подошли к этому вопросу, столкнулись со следующими вопросами, есть же разные семейные формы воспитания, опека, усыновление, но мы об этом ничего не понимали, не разбирались, увидел на социальной рекламе номер телефона, там, нашей службы, не, не службы по делам детей, это был номер Центра социальных служб. Мы позвонили туда, нас пригласили на встречу, мы пошли, пообщались, вот, ну что, на какую форму? Мы, скажу честно, не разобрались, не разбирались, но пойдем на приемную семью. Начали готовить документы на приемную семью, вот, потом мы каким-то образом оказались в службе по делам детей, там говорят, а чего вы на приемную семью, давайте на усыновление, ну давайте на усыновление. Начали там что-то с документами по усыновлению переделывать, вот, когда уже подходят у нас сроки проходить курсы государственные для опекунов, сыновителей, приемов, да, 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 вот. Потом нас опять раз убеждает на приемную семью, вот, и пошли мы проходить курсы. Мы, помимо того, что, ну, возникло, да, с чем желание, мы помогаем некоторым больницам у нас в городе, там, где лежат отказники, там материальную помощь оказываем, ну и имели контакт с непосредственно, как бы, с детьми. И когда ты уже посмотрел в глаза ребенку сироты, вот, это тебя везет обратно к нему, чтобы чем-то ему помочь, чем-то облегчить его страдания, вот, и мы все-таки туда вернулись. Вот, и когда уже у нас были полностью готовые документы, ну, да, я, почему это сказал, потому что готовя параллельно документы, ты все-таки всматриваешься в ребенка, и, а может он, а может не он, и тем не менее терзаешь себе сердце, вот. Вот, потом мы приняли решение, что не будем, пока мы не дооформим документы, ни на кого, как бы, не смотрим, и все. И были готовы документы, и пришел вопрос у нас о выборе ребенка.